я вновь приветствую всех кто сейчас меня смотрит и слушает вот дорогие друзья давайте еще раз с вами начнем новый стрим который посвящен будет ответ на ваши вопросы их накопилось достаточно много я собираюсь на некоторые ответить у нас сейчас растущая луна и об этом уже говорил вам многократно что у нас еще сейчас это марс вошел на крака поэтому повышенная осторожность будет в осторожности и слабость будет рождать желание компенсации у многих людей особенно те которые будут прятаться за национальные какое-то превосходство сейчас для нацизма для фашизма очень такое удобное время особенно тогда когда марс еще будет близится к дурному аспекту с юпитером а это будет уже через неделю но это потом поговорим плутон уже вошел в знак водолея что для россии впоследствии будет связано с ее великим шансом вообще для всего человечества это ощущение больших перемен и свободы которые могут быть востребована свобода в во всем так сказать даже не прогрессивно просто в человечестве это мне хотелось сказать как греку такого преамбулу что у нас сейчас на небе происходит я как астролог амистийской системой я ее по сути воссоздал из пепла 46 уже с лишним лет назад и в общем-то при помощи этих методов неплохо получается делать прогнозы хотя конечно в астрологии еще очень много белых пятен астрологии нету еще вот той самой настоящей научной теории которые впоследствии только будет создана но время идет и мы приближаемся к ее создать и дом чего на самом деле уже сейчас сделано буду лично потом можете оценить если кому-то это захочется но теперь давайте я хотел бы вам еще дорогие друзья кое-что рассказать это первое на что мне хотелось обратить ваше внимание по поводу от космической констерляции перевод следующий сообщение это то что он у меня сейчас выходит новый большой календарь даже не календарь и календарь альманах на уже начавшийся год павлина вот предыдущий год он закончился 21 марта это год гепарда вот такой вот толстый календарь я воскрешаю традиции древних альманахов там много чего написано астрономических сведений там юбилейные даты людей которые рождены в этот год гепарда были в данном случае будет год павлина космические явления и естественно которые протоктованы с прогнозом на будущее как круги по воде чего они могут привести и разумеется последняя часть этого календаря это рекомендательная часть всем людям многим что нужно делать и чего нужно опасаться на каждый день вот этого уже начавшегося года данный календарь эту книгу можете приобрести если вы подадите на нее заявки по следующему адресу инфо собака глобо институт точка ру подавайте заявки в данном случае есть еще и мой альманах стихотворной форме в следующий раз я вам процитирует альманах и опять же будем объявлять конкурс среди слушателей подписчиков и кто протрактует лучше всего протрактует тот получает книгу бесплатно с моей подписью лично от меня давайте мы посмотрим на те вопросы которые присылаете я постараюсь на некоторые из них ответить на самом деле очень много вопросов и большое спасибо дорогие друзья что вы мне пишите комментарии пишите ставьте лайки подписывайтесь это очень важно для продвижения канала действительно важно пишите что павел павлович вы нас просвещаете не столько просветиться сколько в общем действительно я стараюсь дать вам некоторые представления о том что мне кажется очень важно и о чем многие суете в нашей забывают культурные явления мы вот живы пока живет паспорт от культурный код еще нас культурного года что значит человек будет ну не знаю там бандерлоги какие-то не знаю и люди наделенные разумом на лишенные памяти культуру дает возможность нам использовать эти коды которые в течение многих веков у нас накапливались из поколения в поколение это можно говорить долго и я хочу на этом вас задерживать и останавливать поговорим о некоторых вопросах вот например пишут что 21 марта и только в афганистане как я говорил было землетрясение даже в ташкенте нашли как некие отголоски туда ну я рассказывал что землетрясение связаны с планеты том числе гиппту вообще солнечной активностью фулое не связано очень сильно но почему-то как нептун является неким таким вот индикатором многих землетрясений нептун и сатур конечно движение земной коры но некоторые из них все-таки поддаются возможности их прогнозирования частности 21 марта были зафиксированы несколько землетрясений в том числе и в афганистане и в ташкенте я вот воспринял как тяжелый знак потому что все таки было в день навруза а это космический новый год навруз и прямо в 21 марта день навруза и стало быть это угрожающее некое время для всех стран которые являются генетическими наследниками древнеарийских цивилизаций том числе наша страна конечно это иран естественно это страны среднего востока там казахстан узбекистан турнистан азербайджан так далее конечно них можно отразиться в течение года у нас в это время было в соединении с нептуном и вот следовательно наверно все-таки негативные взаимодействия между луной и нептуда можно воспринимать как опасности связанные с землетрясениями я не утверждаю это потому что я не являюсь специалистом области сейсмологии просто предполагаю что такое может быть например вот один из таких возможных периодов я бы отметил скажем так четвертого допустим пятого апреля это еще и сатанинский лунный день 4 апреля особенно это первое дальше на ближайшее время связанные землетрясениями а также вот еще один день это в апреле месяце где-то одиннадцатого двенадцатого апреля там еще и с солнцем и с луной и квадратуру и нептуда дальше посмотрим как это может реализоваться дай бог чтобы я в данном случае ошибался и по крайней мере не было бы никаких жертв это так просто мои заметки на полях которые я предполагаю что такое может быть а мы будем кстати с вами наблюдать астрологии тем и сильна что это возможность предположение многих строить ноги гипотез и некоторые говорят а почему это все не сбывается астрологи находится это не все не сбывается многое сбывается наоборот очень многое сбывается я себя отчитываю из по дыш Makes прогнозов астрологии еще находится в развитии поэтому есть очень много чего открывать не на предъявляйте слишком много претензий дать возможность развиваться что мы и делаем дальше вопросы такие тут пишут, значит, мне Лара Апсиевич такая. Живем в России, и везде павлины, кролики. Никто не вспоминает, что у нас тоже есть свои фетиши. Ну, не фетиш, наверное, все-таки тотемы. И сейчас последние годы, значит, популяризоваться с такой древнеславянским календарем. Какие-то кричащие петухи есть, какие-то еще там непонятные звери. Ну, впечатление такое, что, в общем-то, это некий такой новодел. Потому что, ну, я вот как историк не видел нигде упоминаний об этом календаре. Ну, может быть, я же что-то не понимаю, и что-то мимо меня прошло. Печатление такое, что он возник только после того, как я в свое время опубликовал свою книгу о древнеарийском календаре перед древним персидском. Но я-то ее действительно по кусочкам, по фрагментам восстанавливал с того, что действительно когда-то было. Это моя гипотеза, но она, скорее всего, подтверждается, потому что есть исторические, в том числе, свидетельства. Под этим древнеславянским календарем я пока ничего не вижу, хотя с удовольствием могу признать свою ошибку, если мне это докажут. Вот, следующее. Что же дает Киево-Печерскую лавру? Мне задают такой вопрос. Хороший вопрос, интересный, потому что сейчас там страсти постоянные кипят, вроде бы как бы отнимают православные церкви и передают вот уже к украинской православной церкви, связанной с другой юрисдикцией. Вот. Я бы мог ответить на этот вопрос, если бы я знал точную дату основания Киево-Печерской лавры. Известно, что ее основателем был святой Антони из города Любича, это известный такой факт, он там жил в пещере, с чем связана Печерская лавра. И по некоторым данным, эта лавра была основана в 1051 году. Вот это мне очень интересно. Поскольку она, это Успенская лавра, изначально связана с Успением, есть предположение, это не я высказала некоторые историки, что ее главной датой и датой основания мог быть праздник Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа старого стиля. Если это так, то можно построить гипотетический гороскоп на эту дату. И исходя из этого, можно увидеть Сатурн, находящийся в русском поле. Вот это очень интересно. Значит, влияние на всю российскую цивилизацию, что, в общем-то, действительно является правдой. И вот интересно, что события вокруг лавры, совсем недавние, и которые продолжают до сих пор, начались именно тогда, когда Сатурн проходил по русскому полю. Это был не так давно в прошлом году. И в этом году тоже это было. Сатурн в русском поле. Так что, наверное, все-таки я, может быть, и окажусь прав в реконструкции гороскопа Киево-Печерской лавры. Если исходить из этого, то, к сожалению, в ближайшее время там не очень благоприятные констилляции. Кстати, в самом гороскопе гипотетическом лавры планеты на ней образуют, так называемый, большой крест, что, в общем-то, накладывает достаточно негативный отпечаток, тяжелые испытания, тяжелые на всю ее историю, что, в общем, действительно было. И многие события это, к сожалению, в течение многих веков это подтверждают. Вот. Но большое изменение, очень серьезное такое изменение, связанное с ее статусом. И большие какие-то, вот, скажем, может быть, даже чудеса, которые могут там произойти в лавре. И обретение идею действительно нового статуса. Может быть, где-то с 2032 по 2034 год. Вот почему я делаю такой вывод? Потому что на свое место приходят одновременно две планеты очень важные. И Нептун, связанный вообще с самим христианством и православием, в частности. И Плутон, который будет находиться в это время в зодиакальном знаке водолея, в котором он находился как раз во время основания лавры. Так что сейчас пока, к сожалению, в большом течение года-двух там будут кипеть страсти, там будут тяжелые события. Особенно это может быть нынешним летом, в июне-в июле месяце, когда Плутон вновь вернется в знак Козерога. Особенно самые тяжелые в конце следующего года. Октябрь-ноябрь при затмении. А впоследствии, вот, будем ждать 2032-2034 года. Посмотрим, как это все может реализоваться. Следующий вопрос, который мне задают, это о событиях в Молдове. Там тоже кипят страсти. Там уже переход на румынский язык всей республики Молдова организовала ее президент Майя Санду. Я про нее многократно говорил о том, что темная лошадка, и что она может выступить как весьма негативный такой вот персонаж молдавской истории. В общем-то, многие протесты, которые сейчас в Молдавии происходят, являются такими подтверждающими фактами того, что я все время говорю. Многие стримы, я о ней как раз рассказывал. Вот, посмотрите стрим еще от 5 октября 2022 года, что как раз вот многие протестные явления, которые возникли после этого, они, в общем, там были действительно отражены в этом стриме от 5 октября 2022 года. Что там будет? Ну, вот могу сказать, что апогеи вот этих вот негативных явлений, страстей и так далее, это может быть около 20 апреля первый, потому что затмение солнца будет наблюдаться, очень непопулярные шаги власти, которые могут привести, если не к кровопролитиям, то к жуткой тяжелейшей конфронтации. Вблизи 20 апреля, а потом еще и в конце 2023 года. Там будет крестовая ситуация, крест будет держаться достаточно долго. Крест с Марсом, Сатурном и Плутоном. Так что в Молдове, к сожалению, не закончится это скоро, а там это могут разгореться страсти. Потом до Приднестровья это можно дойти, в Приднестровье может, к сожалению, в следующем году повторится ситуация, которая когда-то там была в 1992 году. 32 года назад, точно в том же самом цикле по персидскому календарю, как это, в общем-то, было и тогда, через 32 года. Это может все, к сожалению, повториться. Это тогда было в Бендерах и в Тирасполе. И вот где-то на весну следующего года, а именно апрель-май месяц, это тоже может, к сожалению, все это вернуться на круги своя. Дай бог, чтобы все-таки можно было что-то как-то смягчить, изменить и лучше договариваться, чем проливать кровь. Я всегда так считаю. Теперь следующее. Пишут мне, расскажите мне, пожалуйста, Запорожье, будут ли там какие-то тяжелые события или нет. Запорожье, бывший Александровск, он был основан в 1770 году. Я неоднократно там бывал, и даже у меня там была школа в 90-е годы, большая школа. Этот город был основан в срединную дату, так что непредсказуемые там могут быть события. В нынешнем году там в его гороскопе вернется Уран на свое место. То есть неожиданное изменение какого-то статуса события, вот особенно летом и осенью этого года в самом Запорожье и Запорожской области, конечно, могут быть, которые еще повторятся и в следующем году, а именно к весне, февраль-март следующего года. Это связано с обращением Урана и с другими планетными сходными констелляциями. Так что события могут быть и довольно тяжелые, особенно в следующем году. За это нужно только кто-то молиться, кто-то взывать к разуму тех, кто способен принимать решения по этому вопросу. Вот о чем мне тоже хотелось вам сказать по Запорожью. И вот что еще? Вопрос о Евгении Пригожине. Что может сказать о Евгении Пригожине? Это что ли политик? Будет ли он каким-то долгоиграющим? Интересная личность? Является ли он революционером? Ну да, я посмотрел на гороскоп Евгении Пригожиной. К сожалению, неизвестно время его рождения. Известно, что он родился под знаком близнецы. Вот ну это солнце в близнецах. 1 июня он родился, 61-го года. Вот. Ну время его, к сожалению, неизвестно. Ну близнецы тоже он такой вот условный под знаком близнецы. Скопление планет у него в Альвеев-Козероге. Кстати, у Луна в Козероге, как у многих политиков, он может быть хорошим политиком впоследствии. Из бизнесмена и поставателя Чебака Вагнера он может перейти в большую политику, если, конечно, его не остановят. Благочисленные враги. К сожалению, он может приведать к очень непопулярным методам. Может быть. Неизвестно его время рождения. Время бы все, конечно, поставило на свое место. Потому что у него Марс в соединении с черной, к сожалению, Луной. Это ему нужно бороться с самим собой, чтобы не перешагнуть черту дозволенного. Если он сможет это сделать, да, это интересный, долгоиграющий политик. Холодный, расчетливый, серьезный очень. У многих политиков, добивающихся очень больших результатов, даже великих побед, Луна находила знак Козерога. А у него, судя по всему, она очень знаковая, это Луна. В его личном гороскопе. Ну и вот последнее, о чем я хотел с вами поговорить, это о грядущем юбилее великого человека, великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Ему исполняется 1 апреля. 1 апреля никому не верят. Как раз вот тот самый день смеха. Но это по новому стилю. Он родился по старому стилю совершенно другой день. Да, 12 дней раньше, для 19 века. В 1873 году он родился из очень древнего рода, дворянского рода. Получил прекрасное образование. Учился в консерватории в Московской, где уже с самого достаточно раннего возраста, практически с 13-летнего возраста его муштровали. Строгая дисциплина у него была. Он наложил отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Он был очень дисциплинированным впоследствии человеком. Очень аккуратным, с великолепной памятью. Очень строгий, педантичный. Все это у него, видимо, с детства началось. Известно данные его биографии. И то, что он прославился и до революции. Был уже известнейшим композитором, исполнителем, пианистом, конечно, дирижером великолепным. Причем его многие композиции говорят, мало кто может исполнять из-за его огромных рук, которым он играл. По-настоящему исполнить его произведение, исполнять произведение может только тот, у кого такие зарубки, как у Рахмана. Он был высокого роста, у него были очень большие руки. И он, в общем-то, писал лично для себя. И многие его произведения говорят, так как он сыграть никто, в общем-то, не мог. Хотя у него есть и записи великолепные, конечно же. Это был гениальный композитор. Он вообще один из самых гениальных композиторов. Не только российского, но и мирового уровня. Ну, потом он уехал из России. Он очень долгое время. Ну, практически все. С 18-го года. Не признался советской власти. Ее терпеть не мог. И прекрасно жил. Он был очень богатым человеком. Конечно же, был богатым человеком. Имел дома, виллы в Швейцарии, в Соединенных Штатах, где и умер в Калифорнии. Беверли Хиллс, там же, где все знаменитые актеры. Вот ему исполняется 150 лет. Я хотел бы его отметить юбилей. И, конечно же, рассказать о том, что он действительно был великим человеком и в своих привычках даже. Очень правдивый. Говорят, что никогда не врал. Стремился к абсолютной правде. Скромный. Даже до анекдотического находила его скромность. Хотя прекрасно одевался. Достаточно молчаливый человек. Словно и депрессия. И началось-то у него все. Эта депрессия, это говорят, с срыва его первой симфонии, которую исполнял знаменитый тоже композитор, дирижер Лозунов, который в то время был просто в состоянии алкогольного опьянения. И он все это сорвал, ему эту премьеру. После чего Рахманинов на три года погрузился в депрессию. Практически ничего не писал. Еще многократно погружался в это депрессивное состояние. И, тем не менее, добился великой славы, великого успеха, гигантских возможностей. Из русских деятелей культуры. Это был один из самых великих людей. Ну, конечно, еще родился, помогло то, что родился по знаком Овнам. Давайте посмотрим его космограмму. К сожалению, большому неизвестно его время рождения. Хотя, по некоторым данным, он родился все-таки где-то днем после обеда. Это есть такие не очень точные сведения, которые надо было еще перепроверять. А так это, конечно, типичный Овен. Вот почему огромные силы, возможности. Он верил в себя, верил в собственный успех. Хотя, к большому сожалению, положение Сатурна в позиции Курану, двух управителей Водолея, конечно, и выбило его из собственной страны водолейской. И, конечно, еще, видимо, Сатурн у него был в очень сильном положении в его гороскопе. Не то, что он водолей, конечно, в собственной обители, еще в личном гороскопе. И, наверное, именно это давало ему и депрессию, и неверие в себя, и пессимизм, и стремление к уединению. Правда, у него сильный Марс в Скорпионе, который давал ему компенсацию, который давал ему возможность выживать в очень тяжелых жизненных обстоятельствах. И планеты в Тельце у него еще были Венера. Он очень любил жизнь. Огромные деньги зарабатывал Венера с Плутоном. А у нас в знаке Близнецов. Кстати, что интересно, не только давал ему контактность, общительность и создавал ему возможность быть хорошим исполнителем, но еще он находился, судя по всему, в так называемом американском поле. Что, конечно, способствовало тому, что он прижился в этой среде американской. Стал от него даже гражданин Америки и умер там, и там похоронен. В общем-то, много про него можно сказать. Про личную жизнь. Его можно сказать, что он женился, конечно, потому что он обещал своей супруге. Единственной, кстати, его супруги официальной, Наталье Сатиной. А потом он говорит, что он просто, как честный человек, не мог никуда от этого слова давного деться. Супруга над ним просто буквально была его ангелом-храничером. Даже ботинки ему застегивала и надевала. Он любил ботинки на кнопках. То есть ему просто служило ему. А тем не менее, у него были тайные любовные привязанности. Вот, например, говорят, такую ламу даль он любил. Дочь своего врача, который занимался этим гипнозом всю свою жизнь. Много чего он скрывал, этот товарищ. Потому что, конечно же, у него скопление планет Ловни находилось в соединении с еще и с Нептуном. Целый большой стеллиум. Он словил свой, так называемый, звездный час. Поднялся на волне. И вот, несмотря на срывы, несмотря на депрессии, эту волну все-таки до конца жизни он ее, конечно, удерживал. Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть его великую значимость для всей мировой, конечно, культуры, мировой музыки. Ну и еще раз подметить для себя лично его юбилей. Это очень был непростой человек, очень сложный, но, конечно, гениальный и композитор, и пианист, и дирижер. Много чего про него можно говорить, дорогие друзья. Вот это вот все мы не должны забывать. Это все наша история. Это все в нас самих живет. Это все наши гены. Это все без этого. Мы, конечно, можем существовать, но как более бедные, даже иногда нищие люди. Вообще, я желаю вам, дорогие друзья, действительно все это помнить, все это знать. Это просто нам необходимо. Именно для того, чтобы правильно реализовать свой великий шанс, который при Плутоне в Водолее, вошедшем туда совсем недавно, нам очень скоро будет дан. Всего вам доброго, дорогие друзья, и, конечно, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok